В этом ролике я вам расскажу, зачем я продал таксопарк и за сколько. Я думал, многие от меня этого не ожидали, что я так быстро его продам, потому что я его не продержал даже месяц. Поэтому видосик будет интересный, расскажу, какие причины последовали тому, что я все-таки продал таксопарк. Тем более, произошло это максимально спонтанно, быстро. В ролике вы, в принципе, все узнаете. От вас хочу видеть поддержку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто еще не играет на проекте, конечно же, есть мой промокод. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Смотрите видео от начала до конца, вы узнаете всю правду, зачем, почему, за сколько, ушел я в минус, ушел я в плюс там и так далее. Ну что ж, ребятки, я думаю, вы немножко в шоке, потому что, честно, я сам не ожидал, что так получится. Но да, пацаны, по названию ролика, я думаю, вы поняли, что я продаю таксопарк. Я его купил 26 числа, сегодня 21, я поддержал данный бизнес почти месяц. Но, к сожалению, он мне не понравился. Да, финка здесь, в принципе, неплохая, бывало там 2-3 миллиона. Но, допустим, вот сегодня, очень просто хреновый день, я не знаю почему, но очень плохо, не только как бы у меня, я принял решение продать таксопарк. Я, давайте, вам финансовый отдел покажу. Ну вот, за сегодня миллион, то есть, вчера финка была 3 миллиона, сегодня миллион, пацаны, понимаете? То есть, я не понимаю, как это работает, поэтому я решил продать, потому что скоро 1 сентября. Я думаю, вы сами понимаете, то, что онлайн просядет. А как мы понимаем, в таксопарке прибыль зависит от людей. Поэтому, я считаю, то, что самое правильное решение, когда будет сентябрь, финки вообще не будет. Да, возможно, если держать там на первом серваке такси, либо на каком-то другом, возможно, да, будет финка, как бы, у Банмора, допустим, финка 5 миллионов в день. Я понимаю, то, что там онлайн больше, но вы сами видите, пацаны, то, что сегодня это все, это габела просто. За сегодня лям, как бы 8 часов вечера, 500 перевозят и прибыль лям. Поэтому, я принял решение, то, что все-таки нужно продавать. Двигаться дальше, я попробовал, прикольный бизнес, но я должен был его покупать в начале лета, а не в конце. Это была моя ошибка. Я тогда обменял, получается, свою компанию свою, обменял имущество с доплатой, получается, таксопарк. Там, в целом, вроде бы, вышло 500 миллионов, мне кажется, там было меньше. Короче, по идее, я дам в ноль. Короче, снимая бабки, я думал, то, что вы меня поддержите. Да, прикольный бизнес, честно, мне понравилось. Это что-то новое, как бы, я им хорошо занимался, но, к сожалению, там прибыль зависит от у людей. И меня это не устраивает. Мне проще, реально, объезжать в транспортную компанию было. То есть, там, даже если, допустим, там спрос больше, понимаете. В любом случае, таксопарк, это прикольный бизнес. Да, там можно неплохо заработать, но, в любом случае, спрос на дальнем намного больше. Там люди будут всегда. А такси, люди не особо хотят катать, работать. Я вот, допустим, сегодня чистил, я уволил 50 человек, понимаете. 50 человек сегодня практически не работало. Все, я снял до последней копеечки. Кстати, да, я успел купить еще улучшение. 60 слотов. Просто я уверен, что я потом его не продам, понимаете. Тем более, в Южном тоже продают таксопарк. И мне кажется, я потом свой не продам. Тем более, я продаю, вроде бы, как хорошему человеку, который уже занимался таксопарком, он знает, что делать. Вот, получается, покупатель, это Василий Мороз. Короче, это Вася, он в Южном держал таксопарк, он его продал. Я сказал то, что, как бы, ну, между своими сказал то, что я его продаю. И он согласился мне его приобрести. 3 миллиона услуга, нихуя себе, блядь. Так, 300 миллионов я продаю. Так, все, валютка пришла. Я сам, тем более, на дальней переключился. Я такси вообще не катал. То есть, да, у меня там 22 скилл я вкачал. Но в последнее время я катал дальней. Я уже вкачал почти 110 скилл. И мои пацаны тоже, как бы, ушли на дальню. Поэтому, ну, нету смысла держать таксопарк, реально. С наград деньги ты особо тоже не заработаешь. Потому что, как бы, 10 наград, это 60 тысяч. Чтобы накопить много наград, это надо 3 месяца, чтобы нормально заработать. На дальню все-таки с этим попроще. Да, там конкуренция большая, на дальнюю. Но зато намного быстрее и больше можно заработать. Как бы, я купил таксопарк за имущество. Но взамен зато получаю уже, понимаете, деньги. То есть, это намного лучше. Это намного лучше, понимаете. То есть, отдать имущество и получить деньги взамен, это намного лучше. Поэтому, в любом случае, я думаю, нормально, в плюсе. Все, огромное спасибо Василию, то, что приобрел меня таксопарк. Так, оперативненько, согласился, зашел. Сейчас бабки отдам, чтобы я уже никому не был должен. Чтобы это были чисто мои деньги. И я буду очень-очень даже доволен. Ну что ж, ребята, вот прошло уже практически 2 дня, когда я продал таксопарк. Сейчас я вам все расскажу, покажу, объясню там и так далее. Реально, причина была, на самом деле, весомая. Поэтому, внимательно слушайте. Давайте посмотрим, сколько они уже накопили наград. Вот, допустим, я продал. У меня было 10 наград. У них уже 22 награды. Автопринятие у них выключено. Понимаете, у них есть свой состав. Василий Мороз, он в Южном держал таксопарк. И у него были там прекрасные условия. Люди там работали, занимались там и так далее. Почему у них люди активно работают, а у меня работали как бы плохо? Потому что у них здесь очень интересные условия. Они поставили 10% и также у них есть премии. То есть, за накат они отдают деньги. У Василия достаточно много денег. У него там около миллиарда. Ему по факту на прибыль все равно. То есть, у меня основной заработок шел с прибыли. Я хотел, чтобы у меня была хорошая финка. Там 2-3 миллиона, понимаете? То есть, меня интересовало именно это. Ему как-то все равно. Именно на финку ему главное, чтобы копились награды. Поэтому он поставил 10%. Он сделал премии. То есть, за накат они деньги отдают. То есть, он сделал условия такие же самые, которые у него были, когда он держал таксопарк в Южном. Именно поэтому у него катают люди. То есть, люди просто привыкли. То, что стоит 10%. Есть премии. То, что из одноката дают деньги. И поэтому люди не хотели работать, когда было 20%. Да, там первое время вроде бы как-то что-то было. Нормально там. По тысяче рейсов. Но почему-то, когда было 10%. У меня, допустим, там люди накатывали по 2000 рейсов. То есть, люди просто привыкли к тому, что стоит 10%. И то, что дают премии. А когда это все убрали, конечно же, у людей пропал интерес. Они уже не так хотели работать. Некоторые там ушли на рыбалку. Некоторые ушли в карьер. Некоторые ушли на дальнобойки. И поэтому, конечно же, у меня упала финка. У меня упал накат. Я вот, допустим, не могу, как Вася, как бы, чисто на церковь деньги зарабатывать. Мне как-то это неинтересно. Я хотел зарабатывать именно с наката. К чему я, короче, веду, пацаны. Итог один. То, что люди привыкли к тем условиям, которые были всегда в такси. И их другие условия не устраивают. То есть, я не смогу, как бы, их переубедить. Как бы я ни старался, какой бы я процент ни ставил. Им главное, чтобы было 10% и возвращали деньги. Все, тогда люди будут катать. Тогда будет день, там, по 1500, по 2000 рейсов. К моим условиям, люди не готовы. И они не готовы под них подстраиваться. Да, в любом случае, с наград можно заработать много денег. Я не спорю. Но на это уйдет 3 месяца. 4 месяца, понимаете? Я не готов был столько ждать. В итоге, если в компании вы хорошо поработаете. Будете плотно так забирать награды. Вы за месяц можете заработать больше 100 миллионов рублей. Понимаете? Да, допустим, в той же таксопарке у вас нету вложений. Вы просто купили таксопарк, поставили процент. Как бы, если вы премии не выплачиваете. Хотя премиями это назвать сложно, потому что просто отдают деньги за накат. То есть, вы получаете то, что вы накатали. То есть, премии это, в принципе, не назвать. Просто вы работаете в ноль, получается. А владелец таксопарка за счет вас, за то, что вы работаете, получает награды. И потом за счет наград получает прибыль. На дальнобойщиках это работает совсем по-другому. Вы вкладываете деньги, вы платите премии, вы купите награды и потом уже зарабатываете деньги. То есть, вы накатали там, допустим, 50 тысяч, вам выплатили 150 тысяч. Зависит от того, какие премии. Просто лично я считаю то, что для меня на ноль втором, даже если я ютубер, для меня невыгодно держать таксопарк. То есть, я хотел сделать, как у Банмора. Вот у Банмора, реально, у него, как бы, да, есть премии, но премии не такие. У него, допустим, там, лучший, там, за неделю или лучший за день, по-моему. Кто больше всех накатает, тот получает премию. Но у него и финка 3-5 миллионов, понимаете? То есть, я хотел приблизиться именно к этому. То есть, у меня стоит 20%, у Банмора тоже стоит на ноль первом 20%, понимаете? То есть, я думал, то, что у меня хотя бы получится немножко приблизиться к этому. Но, к сожалению, у меня финка вообще была максимально нестабильная. Люди то работали, то совсем не работали. Поэтому успех Банмора у меня сделать не получилось. Также хотел бы сказать о том, то, что в Южном продается таксопарк. Цена 800-900 миллионов. Кто желает, можете переводиться. Либо, кто играет на ноль втором, можете покупать. Таксопарк хорошо прокачан. То есть, здесь есть, получается, 80 слотов. Из автопарка 10 автомобилей Инфинити, именно купленные. И также здесь большое количество наград. То есть, 711 наград. То есть, даже с обмена, если вы сделаете, вы заработаете там 200-300 миллионов. Кто желает, как бы, можете приобрести. Я считаю, что цена вполне адекватная. Вроде бы, как есть покупатели, но пока что его не купили. Кто желает реально приобрести, чисто за наличку. То есть, там, имущество предлагать не надо. Это чисто наличка, пацаны. То есть, вы покупаете его за 800 лямов, допустим. И сразу можете заработать там 300 миллионов с обмена. Да, конечно, ребята. Я не думал, что все так закончится. Вроде бы, знаете, так все охуенно начиналось. Вроде бы, я купил таксопарк. У меня друг купил таксопарк. Вроде бы, знаете, можно было сделать классную монополию. Да, была прикольная история. То есть, два таксопарка. Было прикольно, было весело. Я немножко прокачал скилл в такси. И теперь я с гордостью могу сказать то, что я владел таксопарком. В любом случае, как бы, это опыт. Я вроде бы как-то пытался, старался. Но, к сожалению, хорошего прям успеха у меня не получилось. Ну что ж, ребята. На этом буду заканчивать. Я надеюсь, что я вам все подробно объяснил. Рассказал, показал там и так далее. Да, пацаны, таксопарк продан. Также будет продан таксопарк в Южном. Просто я реально тупанул то, что я его купил в конце лета. Когда уже все, понимаете. Когда уже начинается учеба. У кого-то, возможно, работа там и так далее. Я выбрал неподходящее время для того, чтобы начать. Но, возможно, в следующем году попробую еще раз, пацаны. В следующем ролике вы увидите, куда я потрачу деньги. Либо уже потратил. Поэтому следите, подписывайтесь. Все полезные ссылочки есть в описании под видео. Заходите играть вместе со мной на второй сервачок. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.